В Владивостоке продолжается активное благоустройство. Сейчас все решения о переменах принимают сами жители. Так, например, за счет активности горожан территория в районе озера на улице Зафонова вошла в перечень приоритетных для благоустройства в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас рабочие приступили к укладке брусчатки на бетонное основание. Работы ведутся в ежедневном режиме. Появление нового благоустроенного общественного пространства особенно ждут жители данного района. У меня окна сюда выходят. Они тут трудятся, бывает, до 11 вечера. Темно, они все трудятся и трудятся. Вот вообще молодцы, ребята. Также на территории почти полностью готовы бетонные дорожки, смонтированы кабельные линии под электроосвещение и видеонаблюдение, ведется обшивка насилов, пирсов. Вскоре приступят к установке ограждений видовых площадок. Горожане часто приходят сюда, чтобы понаблюдать за красноухими черепахами, которые обитают в этом озере. Когда будет все сделано, приятно будет погулять, дети будут играть. По тому же нацпроекту в микрорайоне «Снеговая пать» строят парк. Сейчас в районе Анны Щетининой, 30, возводят лестницу к видовым площадкам. Она свяжет нижнюю часть парка с верхними видовыми площадками, откуда можно будет полюбоваться территорией. По итогу первого этапа благоустройства здесь установят еще лавочки, освещение, систему видеонаблюдения. Также сейчас продолжается бетонирование пешеходных дорожек и ведется создание амфитеатра, который расположится на среднем уровне общественного пространства. Первый этап строительства завершат уже в декабре. Новости на восьмом.